Подследственных и находящихся под подпиской о невыезде могут освободить от уголовной ответственности. Правозащитники представили в Кремль новый проект широкой амнистии к 70-летию поведы в Великой Отечественной войне. Согласно ему на свободу могут выйти 200 тысяч заключенных и подозреваемых. Правозащитники предлагают освободить впервые осужденных сроком до трех лет, совершивших преступления до наступления совершеннолетние, участников боевых действий, бывших чернобыльцев и даже тех, кто находится под следствием, могут рассчитывать на прекращение уголовного дела. И это не окончательный список. Мы попросили эксперта проанализировать последние громкие уголовные дела, связанные с красноярцами. Могут ли они попасть под возможную амнистию? Это дело председателя контроля на счетной палаты города Галины Фозлеевой. Ее подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств. Советнику мэра Андрею Лапицкому предъявлено обвинение за незаконное предпринимательство. Дмитрия Когана обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух девушек. Под амнистию, по мнению юриста Алексея Дубицкого, в три этих уголовных дела не попадают. Пункт 10-й амнистии, постановление об амнистии, разъясняет, что не прекращаются дела в отношении лиц, совершивших преступления по статье 160-й растрата, либо присвоение чужого имущества, статье 171-й незаконное предпринимательство. А также в данную категорию не подпадают некоторые пункты статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение права эксплуатации транспортных средств, повлекших за собой смерть двух и более лиц. Если лицо не признает вину, то по амнистии его привлечь, то по амнистии прекратить дело невозможно. Продолжение следует...